пишем там витя почитать хотел ну что дамы господа и господам и все причастные с вами снова саша гудзев и этот и сегодня к нам на обзор попало пиво хмельная станется живое светлое пиво просроченная на три с половиной месяца всего всего на три с половиной месяца просроченная дата выпуска 5 08 21 в 2209 кстати говоря время даже написать секунды а просрочилась она всего лишь 3 декабря двадцать первого года классный был год ребята еще она вроде как не открывается методом протирки старой доброй крышки а зажигалку я оставил в подъезде но у меня есть две классных зажигалки владимир какой-то открывашки ну почти вы нахуй по традиции мы уже наебстаные и не так сильно как на жатецком гусе не так сильно как на жатецком гусе уж точно какой открывашка будем открывать пиво обеими роман или дедушки знатоку пиво ну да давай обеими я не прочитал состав вдруг там что-нибудь угарное сейчас южного пиво живая традиция пиво светлая хмельная останется живое непастеризованная состав вода питьевая очищенная солод ячменный светлый ячмень пивоваренный хмели продукты ну дрожжи немецкой расы тут к сожалению нет поэтому пьем очень обидно блядь из грязного стакана тебя что обслужить тут что ли вадим давай наливай заебал последний раз когда я был у сахар служил очень хорошо нихуя о живем ну это конечно не входил мои планы немножко фирменное розовое полотенце исправит эти погрешности в наливании хмельной станции а чай действительно бутылку-то убрал пусть красуется также ёбаный стос блять нет нет мы мы еще расскажем что будет на обзоре сначала нужно чуток продегустировать хмельное капельку наебстануть хмельную блять там ему самое место абсолютно ну владимир будем стой сначала нужно описать цвет цвет бензиновый ребят бензиновый какой-то смотрите желтистый мочевистый ну такой какой-то бензиново уринный ну пахнет плюс минус никак но на вкус но тоже на самом деле плюс-минус никак есть некоторые сладкие ноты но никакой хмельной горечи в этом пиве увы я не присутствует по утру реально будет похмельная горечь блять ну должна быть по крайней мере а мне еще на работу завтра в бар у сына пеня мне еще завтра рэпчик читать да я ему завтра читать рэп я даже не знаю кому я меньше завидую себе или ему в этом положении духа блять отстойное пиво мы еще купили на обзор надо было прошлое которое мы наебстанули обозревать а этим разогнаться ну похуй но кто смотрит мое пивное шоу чтобы действительно узнать что-то про пиво мы смотрим пивные обзоры на то как два долбоеба бухают да и чтобы не чувствовать себя таким одиноким как сказал один комментатор за неодиночество из-за комментаторов из-за комментаторов это тип сказал из группы безрецепторов как его Сережа по моему зовут Сережа привет если ты смотришь если ты Сережа ха-ха-ха также чтобы немного скрасить великолепие пиво варенье мы взяли чипсы 365 дней картофельные с солью ну возьми пакет тоже чё ты блять как забел чипсы картофельные хрустящая картошка с солью на 1 миллион лайков я снимаю обзор на солягу я уже не поведусь на такие дешманские байты на то чтобы я попробовал наркотики ну за косарь мы с пальцами пошел нахуй изготовитель ооо русскарт россия московская область мытищи 359 ультра хардкор юнити бля нормальные чипсоны да мы хаваем почти каждый день как бы ребята забейте наше мнение уже не новаторское но основной момент в том что чипсоны действительно хороши так давайте же владимир мы с вами продегустируем пару ломтиков этой хрустящей картошки впервые в жизни абсолютно впервые в жизни ребята вот конкретно эти чипсоны рекомендую всем кто живет рядом с лентой а кто не живет рядом с лентой ну пригодяйте ко мне в падик бухать я крайне сильно извиняюсь что я еще в первом выпуске вам пообещал что во втором выпуске будет обзор на пиво анадасу в шампанском от старого доброго юра хованского но я не в том расположении духа я в я в расположении духа чтобы пить пиво хмельная станется и кушать чипсы картофельные с солью триста шестьдесят пять дней меньше чем за тридцать рублей да они типа рублей двадцать восемь стоят или даже двадцать семь ну если продолжать разговор о пиве в этом запись идет кстати вообще да нормальное дерьмо повезло повезло за запись это первых а потом будем продолжать разговоры о пиве на самом деле я прям чувствую насколько вот этот выпуск динамичнее моего первого выпуска да в первом выпуске я что то лапшичкой делал вот так еще делал либо одиннадцать либо двенадцать либо тринадцать раз там как бы время рассудят так вот я по поводу пива хотел сказать скажи это по крайней мере лучше чем чешский медведь классическое пиво если вы не знаете что такое пиво чешский медведь из сиськи за 80 рублей советую в ближайшем я советую вам не знать дальше такой пожалеем давай пожалеем их дорогие подписчиков чтобы эта участь обошла их стороной чешский медведь справедливости радио детский сад по сравнению с вот этим вот делом это дело мы обозреваем с никитой черников мы сегодня договорились поэтому тайм-код скинуть напомнить когда он протрезает мы ребята сегодня надо же байки травить в этом шоу то чем мы сидим пиво пьем мы сегодня были на концерте группы ник черников бэнс группа закладка в которой играет владимир мой коллега выступала там на саппорте и никита очень классный душевный тип еще не то чтобы душевный классный тип свой пацан абсолютно свой тип его баси злодос где-то дня два или три назад бухал у меня в подъезде как нормальный пацан так что типа connect все дела никите я пообещал что пиво дом которая серого цвета и не пенится от слова совсем дождется его в моем великолепном дворце который находится в купщина когда мы ему рассказали про это пиво он очень воодушевился и сказал это то чего ему не хватало да еще мы просили его показать пениса он пенис к сожалению не показал но покажет в подъезде хотел сказать три лайка и никита черников покажет пенис моим шоу ну наверное такие вещи нужно согласовать с ним непосредственно но три лайка все равно поставьте вдруг он согласится какие еще у нас есть вопросы на повестке нашего хмельного вечера в купчинской станции могу еще вспомнить только что сегодня мы с никитосом травили байки про пенисы на хуяные причем байки да я не помню же конкретно какие если честно но они были охуя были охуяные на натуре но я сегодня уже въебистанул несколько тинейджерских баночных коктейльных движух к слову собираюсь запустить а спин-офф моего пивного шоу с коктейльными тинейджерскими движухами так что я придумал три лайка и я запускаю спин-офф с тинейджерскими коктейльными делами когда неизвестно когда нибудь я признал что когда ты становишься видеоблогером то половина всего что ты говоришь не сбывается да вот именно я еще во второй части своего пивного шоу обещал обзор на мне кажется надо сюда какой-нибудь магнитик угарный прилепить знаешь типа я каждый выпуск открывают холодильник с какой-то целью и типа хуя вот на вот это великолепие и рано или поздно я до него доберусь я в первом выпуске обещал обозреть ананасы в шампанском отнюдь хуй но его базы уже третий выпуск давай чтобы люди особо не ругались на моем поприще пивных запасов есть еще вот такое дело пивоварня лабиринт бибикью бурбон виски томата газе честно скажу честно скажу и это дерьмо пробовал уже раз 8 и это самое черт возьми лучшее томатное пиво которое есть в этом мире ну и рано или поздно я до него доберусь потому что оно мне валяется в холодильнике уже ух 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 ну чтобы не спиздеть с декабря еще когда с серёгой жил серёга привет я знаю что ты смотришь этот обзор за серёгу и за серёгу из минар кольцовой так вот предлагаю перейти к еще одному элементу конструктора нашего великолепного ребята я придумал на днях новый классный термин нахуя это вот когда ты нахуярился и тебе классно типа произошел нахуяр бекончики чипс бекончики со вкусом бекона на самом деле старые добрые бекончики по вегану и их можно хавать всем до мире да и даже по этой планете да вот их делает ох ёбаный в рот его изготовлены по заказу оооо лента мне кажется люди уже поняли что я живу в купщина где-то неподалеку от ленты фанаты начнут меня атаковать но не суть где-то вооо изготовитель и.п. у ланина а в россия белгородская область короче бекончик могли бы придумать конечно к менее спешистское название но не суть старые добрые бекончики я тоже давно уже тестировал вне зависимости от моего видеоблога почему бы их не захавать еще разочек впервые в жизни впервые в жизни нужно сделать чисто так чин-чин как тебе бекончики который ты пробуешь первый раз в жизни блядь из-за ты бекончик мы решили какой-то тетки в ленте шевелил под бухлом тетку мы под бухлом шевелили тетку чтобы накупила бекончики ее очень сильно заинтересовало это предложение игра не по бегам а что значит по бегам я говорю в том что ёпта животные не пострадали про и производстве этих старых добрых чипсов блин а я лэйс уже купила мы ебанаха получается соленый соленые я не обратил бля нормально . респект если ты смотришь это видео так вот сегодня уже наебстанул старый добрый хуч старый добрый страйк голубенький и старый добрый ягуар а мы еще с усилипили на с надо будет обязательно сделать обзор попробуйте первый раз жизни нужно яду как-нибудь попробовать первый раз жизни на ни разу жизни пил ягуар ребята и все кто думал что я пил ягуар в 11 лет на детской площадке в новосибирске те не права как минимум ребят все кто думает что саня в 13 лет курил спайс то ставьте лайки бля и он впервые в жизни курнет спайс ухи я прикинь чё я прошлых выпусках ни разу не сказал что вот сейчас внимание видео блогерский момент подпишись на канал и поставь лайк и сделай репост гарри поттер пидорас гандон колокольчик на колокольчик и надеюсь youtube не заблокировали вот в момент когда решил выложить это видео момент когда мы пьем пиво сейчас за добрый youtube за не блокировку youtube а это в telegram то у меня не получилось выложить первый выпуск моего пивного шоу 2 он хоть и снят но до сих пор не выложим для запасом делаю контент поэтому некоторые вбросы из этих видеороликов уже увы не актуальны но мне до пизды я считаю нужно еще немножко разнообразить наши бекончики так хумусом беколей бекончики с хумусом да нормальная дерьмо ребята хумус пиздатая тема у меня тут есть открытый но они с этикеткой нормально хумус паста из нута хумус классический состав нут масло подсолнечное он жутная паста в скопах кунжут кто бы догадался вода соль чеснок молотый перец красный молотый антиокислитель лимонная кислота консерванты сарбат калия бензонат натрия сарбат калия так смотри тут небольшая рецензия на хумус вместо меня придумали хумус уникальный продукт известный со времен древности хумус эсдэ блять тут какой-то ироглиф ебать приготовлен ну прочитай на этом видеоролике у меня никогда не будет монетизации после твоей шутки ну да ладно хумус приготовлен по традиционному о традиционка хмель в пиве застольный мол по традиционному рецепт средиземноморской кухне при регулярном употреблении способствует восстановлению жизненных сил так ебать чё я такой бодрый то с тобой то все понятно так жизненных сил жид повышению энергии организма после стрессов и большой физической нагрузки так срок годности было бы было бы кто изготовить о изготовитель о-о-о-о салаты и деликатесы ебать солидные ребята деликатес о ебать санкт-петербург 4 советская я помню был на советской там шевелил под бухлом но давай так и быть продегустируем хумус тут еще кусочки от пиццы которая сегодня утром хава увидишь помидорчик есть я так делал оба ну какой вкусный открытый хумус который я пробую первый раз в жизни гребать охуенно нормально так ребята сейчас мы бляда с хумусом все пизда это бекончики с хумусом это секс но не в плохом смысле этого слова ребята мы изобрели новое блюдо ну бекончики по пиздам сколько мы всего изобрели за последнее время мы изобрели велосипед если ты катаешься на велосипеде скажи нам спасибо алика что он будет смотреть это видео конечно скажи нам спасибо ебаный с тоже вот и да мы еще изобрели один коктейль но он пока но он пока в секрете это будет в одном из выпусков моего тинейджерско-коктейльного баночного шоу и баночно-барного шоу баночно-барного шоу ребята я считаю что этот выпуск наше нужно будет снять начать просто зачем она дать варом просто сильно да гнатуре мне кажется темочная спустит ради таких движух за барчик Да я думаю, вообще спокойно Как раз я К тому времени куплю вот лампу Ебучую кольцевую Там будет нормальное освещение, все дела Бля, это вкусно, если я бы наоборот Не могу остановиться Ладно, Владимир Переходим К питательной части нашего Спортивного шоу Предварительно челдобыхнув Хмельной С тайницем Те, надеюсь, написали, я режим просто включил Кто? 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 Я заебал Ты уже понял по этой фразе Не, не, не кольцов Короче Ребята Пирог зерновой с капустой Постный Из ленты Весовой Ну, производитель, я думаю, лента Которая рядом с моим домом Но Открывай, и что ты Ждешь лифт Весит она? Да, да, да Ребята Без пизды Весит эта хуйня 228 граммов И это не я попросил Это уже было У тебя весит лошарские 190 Ха, лох Так Ну Быстрее открывай Мы теряем динамику нашего видеоролика Давай, чокнемся старыми добрыми постными капустными пирожочками И Блин, какой-то масляный Масляча грибница Произвестала Маслята, блядь Она сейчас обдует Ой, блядь, сука Пух Владимир Что вы скажете по поводу этого постного Капустного зернового пирожа Который я пробую Впервые в жизни Абсолютно Пиздатый пирог Охуенный пирог Такой ты пиздатый, как пирог твоей мамаши Ёпте Междуножный пирог твоей мамаши Ну они реально пиздатые Да Мне очень нравятся вот эти вот зерновые нотки В тесте этого пирога Бля, почему они такие обмасленные, кстати, в натуре? Вроде в прошлый раз они были Ну, в какой прошлый раз? Простого раза не было Просто Ну, да, тебя Перемудрили они Обмаслились Обмаслились, да Ну Мне кажется, Абдуль Он тоже был веганом После такой подставы Как раз таки Он и Обозлился на всех Маслят в этом мире Ребята Моем шоу Откры... Блядь Сука Я шутку проебал Я хотел сказать Что в моем шоу Открываются завесы тайны В конспирологические теории Ну Похуй, я лучше пирожочек укушу Нужно еще Не, сука Наебстануть Я считаю За старого доброго Абдуля За старого доброго Абдуля Надо наебстануть Бибором Читайте, братья Фик Будем считать, что мы щекнулись Потому что Я за джокнусь Метелефон наебнется И все Пицы пропало Пицы пропало Сука Да ты заебал Хватит тетик шевелить Под бухлом Ладно, ребята Мне там Женя Сечин Да? Да Женечка Сечин Что тебе надо Я тебя люблю Дай ей Максимку Ребята Специальный гость Сегодняшней программы Максим Сергеевич Марцинкевич Я просто к тому, что Мое шоу славится Богатыми столами И поэтому у нас есть Пирог картофельный С грибами И луком Постный И все из той же ленты Рядом с моим домом Но тут Как бы Один большой кусочек И его нужно Чуть-чуть Располовинить Чтобы На всех хватило Давай на три порежем Вот мне Тебе И пидорасу Который это смотрит Блядь Там Заебал Хотя ладно Я пирожки С картофелем И грибами Хал Ну вот и все Нормальная тема Блядь Тут просто Ну Тесак Немного Туповатый В отличие От оригинального Так что Давай По маленькому Вот так Хуя Это сколько Рыжков Ты сделал Пизду Давай просто По-пацански Вот так вот Сделаем На скольжи Воу Тут именно Лучок Пизда Там Пропассерован Грибочки Да блядь Тут все Охуенно Ребята Войдите в ленту Покупайте Старые добрые Постные пироги Но Предостережение Зерновой пирог С картофелем И чем-то там Еще он Не по вегану Тут добавляется Какой-то Ебаный Бульонный Кубик Не по вегану Зерновой С картофелем Зерновой С капустой Заебись Просто С картофелем Заебись Зерновой Нет Табу Лайк Если ты веган Сами себе поставил Я себе поставил лайк Нормальная тема Нормальная тема Ты что-то не торопишься Я смотрю Растягиваю удовольствие Прекрасное пиво С цветом мочевины Бензиновый Уриный Бензиновый Ну а потому что У нас хронометраж Так или иначе Ограничен Так что Нужно Чуть-чуть Поторопиться Блин Сука В ленту Кстати ходить Вы можете Не только за Ну Нормальная тема Не только за Товарищами Постными пирогами Но и Старыми добрыми Чипсонами И Бекончиками И хумусом Хумусом Кстати Который по скидочке Мы накупили Блядь Два скидки Пять коробок Вот этого хумуса Взял Два с половиной Ебаного Килограмма Два с половиной Килограмма За хумус За хумус И за два с половиной Килограмма Евошнего Пиздец Англичанин Блядь Вот так вот пьешь Как и сильный Англичанин В GSPDI Ж была песня Блядь Про комара Парижанин Блядь При чем тут Парижань Ну похуй Просто песня Была Ничего так Как говорил В GSPDI нормальный кент Мы с ним Музыкальную карьеру Вместе начинали Я на самом деле Рад за Старого доброго Давида Что Его музыкальная карьера Получилась Поудачнее моей Но тем не менее Нареян талантовый тип Давид Если ты смотришь Это видео Ставь лайк В натуре Ставь лайк Если ты GSPDI Давай допиваю А то мне Случайно придется Сделать обзор На еще одно пиво Нет Я блядь Поступлю Как черт Я сделаю вот так вот Похуй Так вот Ну все Че Пиздануть то Умного хотел Блядь Ничего В своей жизни Это понятно Это блядь То что ты блядь Когда я сказал Про англичанин Значит пиздеть Про Париж Блядь Ага И как говорил Старый добрый товарищ Филимент Америка Это столица Парижа Так выпьем Блядь За это Ебаный стол Блядь Ребята Я потихоньку Обживаюсь Декорациями Как вам эта картина 4D картина Потому что тут есть Пиво которое Можно взять в руки Оно правда Закончилось Но Вы просто Заценились Тут Светлое Темное Нефильтрованное Хмелечек Лежит Подвинься Хмелечек Солодочек Бочечка Блядь Ребята Я Когда Прихожу домой И вижу эту картину Мне сразу Хочется жить Чуть Больше Чем Обычно Блядь Жида Сразу К хумусу Потянула Да Не теряет Момента Хитрюга Ахули мусора Да Похуй Да Обмакну Твою мать В этот хумус Оф У тебя Есть родственники Которые умерли От того Что они Подавились хумусом Нет Есть только Тормацой Подавились Бля Бекончики С хумусом Это конечно Секс Да вообще Пиздец Бля У меня есть Еще одно Перронное блюдо Надо будет попробовать Его в ленте Размутить Я Потому что Там По-моему Убрали Тот отдел В котором Можно дело Купить Но Я пока Спойлерить не буду Мы попробуем К следующему выпуску Размутить это блюдо Может не с ним Там еще Юра Арестов Обещал у меня сняться Да у меня дохуя Уже кто пообещал Сняться Так что Контент там Блядь На 10 лет Вперед Намечено И все Я хочу Старого доброго Маслячего Пирожка с хумусом Заценить Давай-ка А ты тоже Давай Чтобы это 4D обзор Вышел Как у Америка ТВ Знаешь Америка ТВ? Да Мечит Да блядь Ну с хумусом Все вкусно Все равно Имба Абсолютная Блядь Чуваки покупайте Хумус Не прогадайте Пиздец Кто не уважает Хумус Того не уважаем Мы Кто не уважает Хумус У того Маленький Пинус Шука Ну на самом деле Мы им завидуем Потому что У нас огромные члены Да На футболке Буквально Написано Это дело Но я так завидую людям, у которых маленький, аккуратный член. Ну, хотя бы там сантиметров 20-20. Ну, типа того, да. Это уже более человечные размеры. Вдай салфеточку, пожалуйста. Да. Тебе полотен? Я не хочу им рот вытирать, но все в боровичах. Ты нахуй картину швыряешь земли? Моя картина, я могу в нее швырять все, что мне заблагораствуется. Ты такие жесты не делай, забанят на ютубе, блядь. С левой можно. Знаешь, как свастику, но перевернутую, можно ее взять. В образовательных целях. Вот, а я даже не зиганул, я просто показал, что мне все можно. Мне тоже все можно. Мы... Я охуел, что ли? Я так сделал. Мы не уважаем зиги. Это очень плохо. Да. И показали что-то похожее чисто в образовательных целях. В целях... Блядь, теперь что-то образовательное надо спиздануть. Два плюс два равно четыре. Сучка. Да. Смотри, вот. Долбанец. Два плюс два равно четыре. Четыре позиции зиги. И все завязываем с этими делами. Эээ, блядь. Ёб твоего. Задокуху не точно не забанен, блядь, тебя. Блядь, мы осмотрим сто человек. Ну, как банком. Ну, было бы обидно потерять. Тем более, это были не зиги. Стардаст. Кто не уважает Дэвида Боуи, того я не уважаю, сука. Тебе пошли нахуй просто, как минимум. Ставь лайк, если уважаешь Дэвида Боуи и ветеранов. Великая честная война. Репост, если есть сенсорный телефон. И книга Никиты Михалкова, на которой вы стоите, кстати. Я поглядела, а Михалков-то у него торчит. Ой, блядь, сишку бы сейчас раздавить. Я поглядела, на Михалкове-то они стоят. Еще стикер закладки. И с горящим автомобилем нарисованным барабилем. Анечка, привет. Здорово. Я хочу разкурить сигарету. Так что нам нужно побыстрее сквитаться с вот этими дегенератами. И пойти курить. Вот с этими двумя? Не, вот с этими там я. Ребята, извините меня, пожалуйста. Я вас всех очень люблю. Но вы дегенераты. За дегенератов и пидорасов. За дегенератов и пидорасов. Мне, ребята, пришло несколько жалоб, что... Ой, блядь. Такой микро-рожочек был. По традиции, по традиции, кто посчитал, сколько рожков в этом видео, включая вот этот, я его сам сказал. Тому я отправляю 50 рублей на карту, или угощаю пивом, или на телефон. Вот этого дебила тоже, рожочки, считайте. Он скинется 25 рублями. Короче говоря, мне пришла пара жалоб, что в моих видео нужен монтаж. А я ему отвечаю. С монтажом теряется эффект виртуального собутыльничества. Потому что вот я налил себе пивка, и я пью пинту, и ты пьешь пинту. И заебись. Но как бы похуй, что я уже, да, спиздил там полпинты. Просто я пью быстрее, как нормальный пацан. Так что пишите в комментарии, нужен монтаж, не нужен монтаж. И дальше уже будем разбираться, потому что в любом случае это какой... Ну это третий или какой-нибудь такой выпуск этого шоу будет. Пока еще все идет, пробуй, что называется, пера. А дальше уже будем делать серьезный контент, обзоры на спайс. Обзоры... да. За вас, дорогие мои комментаторы. За вас и за спайс. Я еще пирожка вкуснул. Нужно еще просто для видоса со спайсовым обзором высший сорт афганского спайса. В тираже, блядь, еда упала изо рта. Ну похуй. Блядь, мне кажется, в этом выпуске я слишком мало раз роганул. Ну, можно дополнить. Даже не пернул ни разу. А в первом ты вроде тоже не пердел. Во втором зато пердел. А пердок за сколько рыжков считай? Плюс один. Да похуй. Все равно... Хуй, мусора. Да, братан. Похуй. Все равно мне... Лень пересматривать свой первый выпуск. Я не знаю, сколько там было рожков. Время покажут. Блядь, хорошо съедим, но на самом деле... Что-то мне... Сука, не попало. Ну похуй. Ты стаканчик хотел? Я хотел зрителей. Примерно облафленным бумажным изделием. А давай чип-понь в камеру. Я думаю, телефон бы вряд ли наебнулся с книги Никиты Михалкова от одной мятой салфетки. Ну что, Владимир, давай... Не только книга Никиты Михалкова, но еще стакан, блядь, голоса. Стакан голоса, там типа микрофон. Вот так вот. И это... Как бы да. Четыре лайка, и я иду в шоу-гол. В составе группы серф-позерс просто выйдем, скажем, и, блядь, аккомпанинирующим. Идите в пиздух. В натуре. Что они себе позволяют? Владимир, я считаю, что нужно залпачом доглушить старую добрую хмельную станицу. После этого, я думаю, будет знатный рыжочек. И будем прощаться с нашими дорогими подписчиками. Ставьте лайк, если вы дорогие подписчики. Кто не подписан, к тому я приду и выебаю его в задницу. Дорогие... В плохом смысле этого слова, потому что я знаю, что пара людей не против этих движок. А кто не против, того я не выебу в задницу. Вы меня поняли, суки. Владимир. Сейчас вот. Мужчина. И у меня тоже зреет. Я вот сейчас допинаю, и он выползет наружу. Синхронный был. За два считайте, ребята. Нормально. Дай допивать. Давай, давай, допивай, я заебал. Ёб твою, блядь. Мужчина. Но, так как мы уже... Сейчас, нет, еще один назревает. Сейчас. Бля. Бля, он такой пенисный. Знаете, ребята, вот как... Пенисный. Героище, все. Блядь, видел он с Амелем, блядь, всегда. Вот на этой замечательной радужной нотке мы покидаем вас. Радужной, потому что... Эту кумню, это как минимум. А как максимум, всем пока. Хуй, нога. Мы идем курить. Лидер, сигареты в подъезд. Самое главное.